Продолжение следует... С точки зрения с христианской позиции. Ещё раз я повторяю, что теория эволюции, взятая без признания Бога, едва ли может быть названа научной. Это, кстати, очень серьёзный момент. Многие увлечены ею как-то стихийно, если хотите, подсознательно. Глядят на какие-то маленькие ничтожные факты и не замечают тех принципиальных вещей, которые прямо говорят о том, что нет никаких пока ещё оснований для веры в то, что мир развивался эволюционным путём. Как только мы попытаемся посмотреть это с христианской точки зрения, посмотреть на это, то мы, естественно, должны оценить это каким образом? Не нам судить о том, как Бог создавал мир. Нет смысла нам в этом никакого. Как бы Он не создавал мир, смысл нашей человеческой жизни не меняется. Смысл спасения не меняется. Смысл всех христианских истин остаётся неизменным. Вы слышите? Независимо от того, как Бог создавал мир, сразу, в течение каких-то шести моментов или дней, или периодов, эволюционно, какое это имеет значение? Для нас важна одна истина – Бог есть источник этого бытия. Вот всё. В том числе, что для нас в данном случае является предметом обсуждения, и человека. А всё прочее – как, что, боже мой! Я могу только удивляться на тех, кто ведут дискуссии по этим вопросам, не имеющим никакого принципиального значения. Это, так сказать, подведение итога, некоторого итога того, о чём мы с вами говорили. Я бы назвал вот эти две точки зрения – креационные и эволюционные. Но если говорить о человеке, то есть точки зрения и другие. И, в частности, высказываемые не кем-нибудь, а даже православными богословами. Совсем другие. Я вам сейчас зачитаю одну из цитат, и вам откроется ещё новый мир. Важно то, я потом скажу, кто это написал. Важно то, что антологически человек действительно двусоставен, имеет в себе нетварное, божественное начало – дух, душу, и тварное – тело, воодушевлённое душой – плоть. Вы слышите? Какова идея? Что, оказывается, под двухсоставности этот богослов что разумеет? Нетварный дух и тварную плоть. Под плотью, разумеется, тело и душа, если хотите. Дальше он же. Говорить о сотворённости человеческого духа можно лишь по отношению к плероме божества, в которую, в плером, не входят тварные духи, пребывающие вне божественного бытия. Они сотворены. Однако в природе своей, как исходящие от божества, ему причастные, они не могут быть рассматриваемы только как тварные. Ибо вожественна их природа совечно Богу. Вожественна их природа совечно Богу. Дух человеческий сотворён не во времени, но в вечности Божией прежде времени, именно на самой грани Его. Вам понятна ещё одна точка зрения? Если первые две говорят о чём? Или о том, что мир и человек сам собой произошли в силу присущей материи, вот силы или присущих ей законам. Если вторая точка зрения говорит о том, что Бог сотворил мир и человека в том числе, и то есть человек в своей полноте, то есть и по телу, и по душе, и по духу является тварным существом, то в данном случае мы имеем дело ещё с одной точкой зрения, которую высказывает православный богослов, что плоть человека тварна, то есть тело, и одушевляющее её, вот это начало, которое можно назвать душой, дух же его, как видите, совечен Богу, божественен, не тварен. Вот эта третья точка зрения, сами понимаете, никоим образом не может быть принята православной верой, православным пониманием человека. То, что, если уж говорить так, уж резко очень, это точка зрения может рассматривать, как вполне эритическая точка зрения. Она восходит, если хотите, по существу не к христианским началам веры, а к платонизму. Помните у Платона? Там вечные идеи в горнем мире. Вечные. Видите? Вечные, нетварные. Только не спадая в этот мир материи, они облекаются вплоть соответствующей глубине своего падения, и поэтому человек двусоставен. Из вечной этой идеи или души, так и тварной, костной материи. Но теперь, чтобы не мучить вас, скажу вам, что это мысли из Агнца Божия протерея Сергия Булгакова. К сожалению. К сожалению. Напротив, преподобные, например, Анастасии Синаид пишут, ведь человек отличается от бессловесных тварей своим мыслящим, разумным, желающим и волящим началами. Тогда, как во всем прочем, и особенно во своим телесным свойствам, он причастен, подобен, единосущен всей твари. Отличен своим мыслящим, разумным, желающим, волящим началам. Отличен. Но отличен не потому, что все эти начала являются божественными, а потому, что они превосходят все прочие уровни тварного бытия. ну вот, друзья мои, это вам еще, так сказать, один взгляд. Это чисто, еще раз говорю, античный взгляд. Точнее всего, его выразил великий греческий философ Платон, которым, кстати, был очень увлечен отец Павел Флоренский. О нем так и говорили, что у него христианский платонизм. Я бы сказал, что у него платоническое христианство. Это будет более, по-моему, точно даже. Вот. Ну и Булгакова, вы знаете, они же друзья были. Булгаков тоже оказался зараженным вот этими платоническими идеями. Ну, а теперь я хочу несколько сказать и поразмыслить в отношении такого чрезвычайно серьезного вопроса. Вопрос о том, как же понять вот само творение. Что оно есть? В том числе и творение человека. Что оно есть? Вы знаете, есть несколько точек зрения на это, и вам нужно иметь это в виду. Первая точка зрения, которая очень проста, которая имела место в истории, и она в общем-то или прямо или подспудно, постоянно выходит на поверхность. Это точка зрения дуалистическая. Речь о простой вещи, о том, что этот наш мир, он двойственен. Двойственен в каком смысле? степень, он содержит в себе два начала. Эти, причём, два начала совсем разные. Совсем разные. Одно из этих начал божественное, другое начало, оно по-разному в разных религиях и философских системах оценивается. Некоторые оценивают это второе начало как зло. И именно с этим злом в частности отожделяют и материю, из которой состоит этот мир. Другие оценивают эту материю, если не как зло, то всё-таки как то начало, которое вечно существует, является началом косным. То есть вот, видите, косный, то есть пассивный, находящийся вечно нулевом самом по себе состоянии. Вот. Вот и вся тварь, вся тварь, она приобщена вот этим двум началом божественному и материальному. Под материальным, повторяю ещё раз, это может быть и как злое начало даже, может, в дуалистических религиях, там даже, помните, божество Ариман, которое является злым началом и всегда противостоит Армузду. Вот. Или как косное начало. И, если хотите, есть ещё одна точка зрения, в данном случае прямо близко соприкасающаяся с этим. Это точка зрения, опять-таки, восходящая древнегреческой философии, которую можно было бы назвать меонистической. От слова ми-он, ми-он. Ми – это греческое отрицание, так же, как а, так и ми. Это не означает. Он родительный поддержку, онтос, он, сущий, то есть сущность, сущностное. Ми-он, это значит бессущностное. То есть то, что не имеет в себе сущности. А если он не имеет сущности, следовательно, оно не имеет и бытия. И само его бытие можно рассматривать как призрачное, как нереальное. Вот это ещё одно понимание. То есть сама материя не имеет в себе сущности. Она то есть не существует. Она есть как некий, знаете, некое видение, что ли, некая иллюзия. Кстати, индуизм, он очень заражён именно этим взглядом. Там мы именно находим целые философские концепции, которые пытаются обосновывать именно это. Весь мир, это есть некие призрак, это игра Брахмы, нам только представляется как что-то существующее. Вот это меонистический взгляд на тварь и в том числе, если хотите, и на плоть человека. Ну, в чём их с христианской точки зрения неправда, по-видимому, по-видимому, понятно, не требует особо комментариев. Христианство решительно отвергает дуализм как религиозную доктрину и как философскую систему. Бог, Он один имеет вечное существо, и больше никто, и ничто. Ни злое начало, ни костная материя не имеют в себе вечности. Есть ещё одна точка зрения, которая особенно, если хотите, увлекательна, я бы сказал так. Увлекательна она тем, что к ней очень склонна философская мысль и она, кажется, балансирует на грани атеизма и религии. Речь идёт о пантеистическом взгляде на мир и на самого человека. В данном случае речь идёт об очень многих различных системах пантеизма, каждый из которых имеет свою специфику, и по истории философии, я думаю, вы это проходили, и поэтому нет необходимости нам с вами заниматься ими. Основная идея очень важна, надо понять основную идею, что пантеизм – это основная идея, очень хорошо выражена, например, у Спинозы, Баруха Спинозы, еврейского философа, который утверждал, очень кратко выразил эту основную идею в такой формуле, классической формуле. По-латыни она звучит «Deus Sive Natura». В данном случае «Sive» – «Sive» – это можно перевести как «знак равенства» или в смысле «знака равенства». Бог есть натура, природа. Вот здесь разные, так сказать, интерпретации, но суть заключается в чём? Что природа этого мира и природа Бога одна. И с этого следствия разные происходили. Тут надо или сказать, что Бога нет, а есть только мир, или мира нет, а есть только Бог. Это как кому уже нравится. Вся суть только в том, что в данном случае происходит фактическое отвержение есть не Бога, то мира, реальности, мира как такового. Вот эта пантеистическая точка зрения, она очень, я бы сказал, распространена, особенно в философии, и она, если хотите, увлекательна в определённом смысле слова. Опять-таки, с христианской точки зрения, она не может быть принята. христианство прямо говорит о творении мира и человека. Говорит о том, что нетварное божество и тварный мир и человек имеют некое принципиальное отличие. Но в чём оно состоит, вот это очень важно. Важно посмотреть, как же тогда христианство понимает творение мира и человека. Знаете, вот мне очень понравилась одна фраза во второй книге Маковея. Маковея. Я вам назову, это вторая книга Маковея, седьмая глава, двадцать восьмой стих, где прямо утверждается по-гречески «Ук экс онтон эпиесен авто офеоз». Не из сущих сотворил всё. Ну, авта – его, его мир – Бог. Не из сущих. Ук экс онтон. Вот эта мысль очень интересная. В славянском переводе у нас стоит «от несущих» славянское, в переводе семидесяти. От несущих. Если мы обратимся к параллельным местам Нового Завета, то находим такие выражения в послании к евреям из невидимого послания к евреям из невидимого евреям 11.3 Словом Божиим. А если обратимся к Евангелию, то вы помните, все через него, через Логос, начало быть. И без него ничто не начало быть, что начало быть. В общем, мысль какова? Что тому, чего не было, то есть, что не существовало, не имело в себе сущности? То есть, как иначе мы говорим, ничто было Словом Божиим сотворено. Из чего? Из ничего. Из ничего сотворено Словом Божиим. Если хотите, вот это из ничего является одним из таких серьезных богословских вопросов. что значит из ничего? Я вот хочу попытаться вам высказать некоторые мысли по этому поводу, которые, по-моему, нам могут пригодиться. Вы помните наше, конечно, выражение, что из ничего ничего не бывает. Вот. Как же в данном случае? О чем идет речь? о том лишь, что этот мир значит пуст, поскольку он не имеет сущности, значит, он и не существует. Помните мионистический взгляд? Ведь ему же противоречит христианское вероучение, когда говорит о Боговоплощении, говорит о всеобщем воскресении. Представляете? В воскресении чего? Тел, души-то не умирают? О Царстве Божьем, в котором будут не души человеческие, а человек будет с душой и телом. Понимаете, какие вещи? Значит, это есть некая реальность, причем, если это Бог сотворит, значит, эта реальность и существует, и она не может быть уничтожена, она не может не быть. понять, как же это понять? Мы стоим просто у парадоксальной совершенно ситуации и в то же время утверждаем, да, из ничего, ничего не было, из несущих, от несущих. Вот это стоит объяснить. Вы знаете, где мы находим прекрасное объяснение вот этого, кажется, парадоксального, буквально загадочного утверждения христианской веры? находим у святых отцов, уже у Василия Великого, у дальнейших отцов, но особенно уже четко было разработано это святителем Григорием Поломой. Вы знаете, когда мы произносим это имя, то прежде всего говорим о его, не его учении, о учении церковном, о развлечении в Боге сущности и энергии. Не в том смысле, что они различно существуют, а в том, что энергия – это не есть сущность, хотя сущность включает в себя, конечно, и энергия. У Григория Поломы есть замечательная фраза которая, если хотите, может служить уже ключом к пониманию нашей проблемы. Он пишет «Бог есть и называется природой всего сущего». Сущего, то есть существующего. «Ибо ибо ему, Богу, все причастно и существует в силу этой причастности, но причастности не к его природе, а к его энергиям». он говорит о том, что весь тварный мир и человек причастен, то есть соединен. Понятно, что такое причастие? причащаемся, то есть соединяемся. Человек причастен к тому-то, к такому-то делу. Он соединен с этим делом. Как соединен, об этом мы еще поговорим. в данном случае основная мысль оказывается, что весь тварный мир причастен к божественным энергиям. Вот мысль, которая не является вовсе его мыслью. Это мысль святоотеческая. Это, если хотите, мысль новозаветная, мысль божественного откровения. Вот как, если хотите, как бы комментирует эту идею Григория Паламы, профессор Протерей Зиньковский. Кстати, он не так уж давно скончался, в 1962 году. Вот послушайте, что он пишет. Божественные энергии пронизывают мир. И через эти энергии мир держится Богом и управляется им. это учение святителя Григория Паламы, охраняющие апофатический момент в понятии божества и в то же время уясняющие везде присутствие Бога в мире, в божественных энергиях. Это понятие не только важно для богословия, для чистоты учения о Боге, оно важно для метафизики, для понимания мира. И дальше он пишет. В мире существует не только его поверхность, оболочка, измеримая и чувственно воспринимаемая. Через всё в мире проходят лучи божественных энергий и творят своё оживляющее и преображающее действие. сквозь все ткани мира проходят лучи божественных энергий. Не принадлежа к тварному бытию, не будучи сотворёнными, эти излучения божественные не могут быть отождествляемы с закрытой для нас сущностью в Боге. Без твёрдого признания этого различия сущности в Боге и его божественных энергий мы ни мира не можем понять, как живого целого, ни Бога понять без впадения в чистый трансцендентализм. Это он в основу христианской философии развивает эту идею. Если хотите, ту же самую идею до него уже высказывал наш замечательный философ русский князь Евгений Трубецкой в своей работе, кстати, работу, которой я бы очень бы советовал вам найти время прочитать, смысл жизни. К вам будут обращаться люди такого достаточно высокого образовательного уровня и интеллектуального развития, которых интересуют многие вопросы, религиозные вопросы, связанные с философским осмыслением. Вот эта работа его, смысл жизни, она очень может помочь многим таким людям уяснить христианство. Христианство именно уяснить. Так вот, Трубецкой пишет «Предвечная София Премудрость», кстати, отвлекусь, София Премудрость, может быть, это он единственный из русских философов, по крайней мере, вот этого периода после Соловьевского начального периода, который решительно исключает Соловьевскую интерпретацию Софии, которая затем развивалась с Флоренским, Булгаковым, он решительно стоит на, я бы сказал, твёрдой православной позиции. И Софию Премудрость, он мыслит не как что-то отдельное, а прямо он пишет так, «София есть неотделимая от Христа Божия Премудрость и Сила». Помните, сам Христос назван Божией Премудростью и Силой. Евгений Трубецкой прямо следует этому утверждению. Так вот, Трубецкой полагает, что предвечная София Премудрость заключает в себе вечные идеи первообразы всего сотворённого, всего того становящегося мира, который развертывается во времени. Значит, в Премудрости, если хотите, в Логосе во Христе содержатся эти вечные идеи первообразы. Стало быть, в предвечном творческом акте Бог до начала времени видит небытие, наполненное беспредельно многообразием положительных возможностей. Небытие, безотносительное в нём от века, превращено в относительное небытие, то есть в положительную потенцию или возможность определённого существования и есть то, что становится во времени, то есть мир. Вы знаете, это всё философы пишут, а вот Максим Исповедник, преподобный, пожалуй, наиболее точно, кратко и точно выражает вот ту идею, которую развивают они. Жалко, то, что Трубецкой, видимо, не знал Максима Исповедника. Максим Исповедник VII век совершенно определённо писал «От века существовавшему в нём, в Боге, знанию вещей Создатель, когда ему было угодно, сообщил существенность и произвёл его на свет». Вообще, я вам скажу, мысль замечательная, что «От века существовало в нём знание вещей, это, так сказать, естественно. У Бога нет времени, прошедшего, настоящее, будущее, у него всегда настоящее. Поэтому, от века, существовавшему в его, так сказать, бурьевом сознании, он дал существенность. У него там стоит греческое слово «усиосин». «Усио», знаете, «усио» – сущность, тут «усиосин», вот эту существенность сообщил, то есть, можно сказать, сущностность сообщил тем идеям, которые от века в нём существовали. Мир от века в нём существовал. Только в этом смысле мир совечен Богу. Но в какой-то, выражаясь нашим языком, момент он сообщил ему существенность, сущность сообщил этим идеям. И произвёл его на свет, то есть, дал ему бытие. Вот все эти высказания, как видите, они содержат одну и ту же мысль. Одну. Которую как-то надо усвоить, что Слово Божие, Бог словом сотворил весь мир, идеи, первообразы или знания о мире, который присутствует в Божестве, идеи, присутствующие в Софии, при мудрости Божьей, в Логосе, вот. все, что это есть? Это есть те божественные энергии, которые явились сущностью, вы слышите, того, что Бог произвёл на свет. Вот она, где существенность, сущностность или сущность. Ничего тварного нет. Мир сам по себе не существует. Божественное слово. Слово это что такое? Энергия. Посмотрите, человек говорит, это же энергия. Он может даже устать говорить, представляете? Говорят, устал. Любое слово, это есть энергия. Всё, что мы выражаем, это есть энергия. вот эта божественная энергия в своём потрясающе многообразии, там, красоте и величии, они явились вот этой сущностью всего того, что мы называем тварным миром. И сказал Бог, да будет. И стало так. Если хотите, они, эти энергии, стали субстанцией, субстанцией под тем, что всё стоит. Под мир он стоит, существует. Это суб, под субстанцией всего существующего. Так что, оказывается, весь тварный мир, весь тварный мир, он есть нечто иное, как осуществление, осуществление, опять от слова сущность, от этого божественных идей, божественного слова, божественного действия. И в этом смысле весь этот мир и есть эти в своей сущности, в своей самой глубокой сути, это есть божественные энергии. Вот в каком смысле можно понять и замечательные слова святителя Григория Паламы, когда он говорит «Бог есть и называется природой всего сущего». Вы слышите? Бог есть и называется природой всего сущего. Не в пантеистическом смысле, где мир и Бог отождествляются. Палама подчеркивает, не о сущности идет речь Бога, не о сущности. Существует все в силу этой причастности, но причастности не к его природе, а к его энергиям. Вы слышите? Вот, оказывается, чем мы имеем дело. Тварный мир не тождественен Богу. Бог в своей сущности принципиально отличен от всего тварного, но его энергии божественной, они являются сущностью всего сотворенного. Все это есть Он. Поэтому-то мы можем понять, почему мир так прекрасен. Созданный мир. почему он действительно красота, калия, красота, а не что-нибудь другое. Отсутствует понятным, почему такое потрясающее закономерность устройства мира. Все становится понятным. И закономерность, и красота, благоустройство, порядок, все, жизнь, все становится понятным, поскольку сущностью его субстанции являются божественные энергии. Отсюда, я вам скажу, проистекают очень серьезные следствия. Очень серьезные. Я еще обращаю ваше внимание. Оказывается, мир при этом не является эманацией Бога, на чем настаивает пантеизм. это не излияние божества из своей сущности. Нет, нет. Вот очень хорошо сказано об этом у святителя Кирилла Александрийского. Он говорит, творить – это принадлежность деятельности, а рождать естества, то есть природы. Пробудет, смотрите, различия. Вот какие тонкие различия христианства, как тонко рассматривают эти вопросы. Творить – это принадлежность деятельности, энергии, а рождать естества. Естество же, или природа, и деятельность не одно и то же. Следовательно, не одно и то же рождать и творить. Решить на отвержение идеи эманации. Мир не эманация божества, а именно творение. Творение, а не рождение. Вот на паламинском языке это бы как бы, если бы перевести, попробовать эту цитату Кирилла Александрийского, то можно было бы сказать так. Творить – это принадлежность энергии, а рождать природы, то есть сущности. Природа же сущность и энергия не одно и то же. Следовательно, не одно и то же рождать и творить. Вот какое тонкое развлечение, которое нам важно очень понять. поскольку очень легко мысль, не знающая вот этого развлечения, святоотеческого развлечения между энергией и сущностью, между творением и рождением, философская мысль очень часто впадает в пантеизм. Какой вывод можем сделать отсюда? Очень важные вам скажу выводы. Бог и мир оказывается – это и не одно и то же, говорит пантеизм, и не два чуждых друг другу существования, бытия. Нет-нет. в каком же соотношении они находятся с христианской точкой зрения? Ни пантеистическое слияние, ни дуалистическое противостояние или противополагание, ни одно из них совершенно не свойственно христианству. Более того, отрицаются христианством как таковым. Как же оно смотрит тогда? Вот здесь я вам скажу, приходится выражать просто свое изумление, просто изумление и прямо признать, что действительно изволясь Духу Святому и Отцам Четвертого Вселенского Собора, когда они произнесли эти потрясающие слова о соединении двух природ во Христе. Помните этот халкидонский знаменитый принцип – неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно соединились природы божественные и человеческое во Христе. В нем это соединение мы видим в абсолютно идеальной форме. Вот это идея халкидонского объединения. Абсолютная форма, завершенная, конечная. Весь мир и вся жизнь мира и человека, что для нас особенно с вами сейчас важно, она стремится к этой бесконечности или к этому если хотите совершенству. Вы помните в апостоле Петра сказано, что мы будем причастниками божественного естества, слышите? природы? О чем идет речь-то? Мы, будучи энергией, в то же время устремлены куда? Вот оно стремление, как Бог бесконечен, как бесконечная эта потрясающая идея, осуществленная во Христе, как единение, халкидонского единения во Христе. Оказывается, это, это цель, это конечная бесконечность. Она, оказывается, лежит в принципе бытия всего мира. Сам мир соединен с божеством, в самом творении уже соединен, как? По халкидонскому принципу. Вы слышите? Принципу. Я говорю, не о халкидонской полноте. Пожалуйста, я прошу, не смешивайте эти вещи. Полнота во Христе всё же тварное, сам мир и человек, да, они стремятся к этой только бесконечной полноте. Но принцип, сам принцип, неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно, сам этот, оказывается, принцип лежит, лежит в основе творения и в основе всей будущей жизни. когда Бог будет всяческой во всём. Вы слышите? Самоучение о церкви каково? Вспомните, христиане, оказывается, кем являются? Членами тела Христова. Тело? Как соединено это тело с божеством? Халкидонские. Два естества соединены халкидонские. И мы входим в это человеческое естество Христа. Вы слышите? Да, мы не можем ипостасно соединиться так, как это произошло во Христе. Там ипостасные соединения произошло. Но мы, входя в тело Христово и будучи в разной мере, в зависимости от степени духовного совершенства, вы слышите? В разной мере причастны телу Христово, ибо мы никогда не можем быть идеальным телом Христовым. Сами понимаете, мы причастны телу Христово. Мы становимся элементами, клеточками тела Христово, но причастны являемся в разной мере в зависимости от степени духовного совершенства. Но сам идеал-то какой потрясающий, которому устремлена вся жизнь мира и все бытие человека. Идеал какой? Халкидонский. Когда будет, то есть, когда во Христе есть, а к которому и мы причастны в какой-то мере, это неслитного, неизменного, нераздельного и неразлучного единения с самим естеством Божиим. Видите, какие потрясающие совершенно идеи, присущи христианскому пониманию мира. Таким образом, вы видите, несколько уровней вот этой причастности Божеству мира и человека. Первый в творении, так сказать, заложена основа, заложено семя этой будущей, будущей развития, будущей полноты. Вот оно, в семени, в самом творении. Вот. Это, так сказать, первый, первый принт, первый уровень халкидонского единения мира с Божеством. Второй, который явился вершиной, и именно это второй, поскольку он показывает идеал, он дан во Христе. Он обозначен халкидонским собором. Это Боговоплощение. И, наконец, третий, третий, что очень для нас важно, третий, который говорит о воскресении не только человека, но и самой твари, самой твари всей, которая жаждет, которая страждет и которая ожидает освобождения сынов, сынов человеческих. Вот. Сама, оказывается, вся тварь, а не только человек, да, придут в это уже божественное единение с Богом, всеобщее, когда произойдет восстановление всего тварного мира, да, и тогда единение Бога со всем человечеством и со всем миром достигнет предельно возможной степени. Но нельзя сказать достигнет, будет достигаться, ибо, еще раз повторяю, как бесконечен Бог, так бесконечно и та полнота единения с Божеством, которое дано нам во Христе. идеал Бог будет все во всем. Как же будет? Мы сольемся с Ним? Нет. Мы будем двумя совсем разными? Нет. Мы будем соединены по халкидонскому принципу. Вот это я вам скажу, это очень, очень важная идея. Какие из этого выводы проистекают? мне кажется, тоже чрезвычайно важные, чрезвычайно важные, которые мы с вами должны иметь в виду. Первое, что мне о чем хочется сказать, и на чем, что мы подчас не обращаем внимания, вот даже изучая и катехизис, и догматику, мы говорим об обожении, как той заданности, которая будет, будет, осуществляется. Вот это наше понимание мира говорит несколько о другом. Уже в творении человек только потому является человеком. Слышите? Только потому он является человеком, и человек по природе своей – это не что-то отдельное, сотворённое от Бога, как мастер сделал куклу и поставил её в угол. Нет! Обращаю ваше внимание, нет! В самом творении человек – это кто есть? Это вот тот, кто уже соединён с Божеством. Нет человека без поддерживающего его, оживотворяющего его, питающего его энергией. Энергией, ибо сущностью-то опять и человека является то же слово при мудрости Божией, то же тварное слово, та же его энергия. Вы слышите? В самом корне, в своём существе человек – это не что-то отдельное от Бога, что Бог сотворил и дальше, как помните, деисты, и дальше действуй, как ты хочешь. Нет! Уже в самом творении человек является обоженным в самом творении. Правда, это обожение пока ещё было дано в семени, но дано, и потому только он существует, человек, в самом семени, в своём зерне, в задатке, так сказать, в самом, в потенции. и весь тварный мир то же самое не является чем-то внешним по отношению к Богу. Нет! Он причастен Богу. Какая великая идея, конечно, присутствует в этом христианском учении. Потому даже сама тварь будет освобождена от рабства тлению, которому сейчас подверг её человек. Вот. Это первое, так сказать. Второе, о чём бы я хотел сказать. О том, о естественности богоподобия человека. Богоподобие человека, о котором мы говорим, это не что-то такое сверх естественное. Какая-то сверх должная какие-то заслуги. Дело вот в чём, что, поскольку Создатель сообщил существенность человеку, следовательно, не только душа человека, вы слышите, но и тело человека является образом Божиим. Вращаю на это ваше внимание. Хочу сказать, всё сотворённое является образом Божиим. Всё. О человеке почему в Библии сказано особым образом? Почему? Только по той причине, что дух человека – это есть нечто, настолько принципиально превосходящее всё прочее сотворённое, что только по отношению к нему и сказано, как к чему-то вершинному он есть образ Божий. На самом деле всё является образом Божиим. Всё является его осуществлением, его энергии. поэтому во всём мы видим красоту. В этом смысле и само тело человека является также образом Божиим. Поэтому вывод какой интересный отсюда. Воскресение всеобщее является не каким-то, знаете ли, актом, ну, каким-то специальным актом, а закономерным, вы слышите? Закономерным, естественным актом. актом, который выражает неизменность творческих энергий Божиих. Если хотите, это есть завершение, осуществление, достижение цели творческого акта Божия. Вот чем является всеобщее воскресение по отношению и к человеку, и ко всему творению. Кстати, что и отсюда следует? Иногда вам задавали, буду задавать эти вопросы, но вот эти твари, наши собачки, кошки, курочки и прочие все твари, тигры, удавы, медведи и прочие динозавры, а они-то как же? А они-то как же? Так же, да. Все, что является энергией Божией, неуничтожимо. Да, будет всеобщее воскресение, относящееся не только к человеку, а ко всему творению. ко всему. Это естественный совершенно вывод, естественное следствие. Да, будет именно всеобщее воскресение. Что это означает? Мы еще с вами об этом поговорим. Это очень интересная тоже вещь, но это именно так. И, наконец, третье, на что я обращаю ваше внимание, исходя вот из этой идеи творения мира. Это противоестественность, просто абсурдность, безумность, если хотите, самоубийственность, смотреть на этот мир, как на что-то механистическое, чисто внешнее, чуждое, если хотите, ну, человеку, как объект, как бездушный объект. Нет этого в христианстве. Мир – это не мертвая движущаяся система, которая живет по мертвым законам. Нет, нет и тысячу раз нет. Не бездушный механизм, не объект для бездушных экспериментов и бесчеловечных экспериментов. Нет. Мир этот внешний является тем же телом человека, то, что и тело человека, тем же образом Божиим. Если хотите, даже, если мы говорим о человеке, то этот весь мир есть не что иное, как тело человека. Вы слышите? Тело человека. Весь мир – это целостный, это организм, а не бездушный механизм. Вот это очень, я вам скажу, важный вывод. Вам придется выступать и говорить по экологической проблематике, в частности. И вот христианский взгляд каков? Мир, окружающий нас, это продолжение нашего тела. Мир, окружающий нас, это живой организм, а не механизм. Какой организм? Наш. Как мы относимся к своему телу? Как мы его лелеем и хотим ему всякого блага? Вот как мы должны относиться к природе, к миру. Вот здесь и хотите истоки и экологического кризиса, и истоки правильного отношения к окружающему миру. Благоговейные, разумные отношения должно быть к этому миру, а не бездушное, потребительское, животное, жуткое, дьявольское, я бы сказал, каким оно является в настоящее время. Вот такие вот следствия, которые проистекают из вот именно этого понимания творения мира. Оказывается, он весь един, и это единство мира, где кренится в Боге. Это его бесчисленные энергии дали такое многообразие мира. У французского философа Бархсона, это конец XIX века, у него есть очень интересная работа «Творческая эволюция». «Творческая эволюция». Кстати, очень хорошее название. «Творческая эволюция», где он как раз и пишет о том, что вот это потрясающее многообразие, которое мы наблюдаем в окружающем нас мире, оно является ничем иным, как осуществлением некоего творческого порыва, или, лучше сказать, жизненного порыва, как он выражается по-французски «Элиан Виталь». Вот, жизненного такого порыва, жизненного, если хотите, взрыва, вдруг неожиданно пришедшего, то есть для нас неожиданного, с нашей точки зрения. Вот этот божественный божественный порыв, живой порыв, который выразился в бесконечном многообразии живых форм. Вот, оказывается, с чем мы имеем дело. Вот такие выводы следуют из понимания творения, христианского понимания творения мира. У нас еще немножко есть времени, и я попытаюсь сейчас вам немножко сказать о плоти человека как таковой, отдельно, так сказать, сказать об этом. Что она из себя представляет, плоть? Первое, о чем хочу сказать, что, когда мы говорим плоть, то мы должны, нам придется различать, различать между телом и плотью, поскольку в литературе можем найти, найти, сколько угодно контекста, когда эти два слова употребляются как взаимозаменимые. Плоть и тело. Но я думаю, что лучше различать эти понятия, по крайней мере, в данном случае, когда мы будем говорить об этом. различать. Целый ряд других контекстов прямо различает. В греческом языке даже есть саркс и сома. Одно дело сома, так сказать, тело, другое дело саркс, плоть. Так, что в чем тут, что же подразумевается под плотью? Если тело, это речь идет только о нашем организме, который подобен, если хотите, во всем и другим организмам животных, это некий животный организм, то плоть под плотью и в Священном Писании мы найдем достаточно много высказываний по этому поводу. Под плотью, разумеется, не тело, вернее, не только тело, а тело и душу, но не дух. вот тут нам с вами придется и об этом еще поговорим, да, различать. Знаете, была дискуссия такая, ну, чисто схоластическая, двусоставен или трехсоставен человек, дихотомия, трихотомия, да, дело в том, что она не имеет под собой ничего существенного, потому что иногда говорят о человеке как двусоставном существе, душа и тело, включая в понятие души не только душу, но и дух. Иногда же специально дух выделяется как высшая часть души, как разумная часть души, как словесная часть души. Может быть, более ясным станет, если мы вспомним, что святые отцы взяли у тех же греческих философов мысль о том, что даже все живое имеет душу. Все живое. Растение уже имеет душу. Благодаря только этому они живут. Но душа у них какая? Растительная. Только растет и все. у животных мы видим другой еще уровень, другое, чего нет у растений, уже чувствующие душу или раздражительную. Чувствующие душу. Животные уже чувствуют, переживают, причем мы это можем видеть на лице, так сказать, с достаточной очевидностью. Так? Вот эта вот растительная и животная часть души, она присуща и человеку. У него есть и то, и другое. Но еще плюс к этому человек имеет то, чего не имеют и животные. Это ум, разум. Разумную часть или словесную часть. Так вот, плоть, под плотью, разумеется, вот эти вот две, так сказать, два уровня или двусоставность души. Хотя, должен вам сказать, эта вещь не так-то просто определимая. Помните, что было сказано Богом предпотопному человечеству о нем, о человечестве. Не может дух мой пребывать в этих людях, поскольку они плоть. То есть, оказывается, вот это наше разумное даже начало, наш дух может настолько заземлиться, что этот сам даже разум разум потеряет свою человеческую сторону. Ведь видите, в чем дело? Что у человека есть два разума. Есть разум животный, есть разум, он зову, человеческий. Животный разум чем характеризуется? Приспособляемостью к этой жизни. И здесь мы видим разные способности у человека. Одни хорошо приспосабливаются к этой жизни, другие нет. Мы называем сейчас способным человека, который может хорошо устроиться вот в этой земной ситуации. Но посмотрите, животные, как они приспосабливаются к окружающей среде. Поселите, возьмите ту же кошку, отнесите в лес. Если вы могли бы постоянно наблюдать, как он начинает все изучать, как все исследовать, как приспосабливается, как налаживает свою жизнь. Вот это чисто животная сторона, нечеловеческая. Вы слышите? Под человеческой стороной мы разумим другое. То, что называем мы духом или разумом в человеческом смысле. Это сторона вертикальная. разум человек выше о смысле жизни думает. Первое и самое главное – о смысле жизни. И только это стремление к пониманию смысла жизни открывает ему, человеку, Бога. Но мы еще об этом с вами поговорим. А пока я просто хотел вам сказать, что итак, плоть – это не тело, вернее, не только тело. Это тело и душа. Душа с телом. И вот очень интересно нам, так сказать, посмотреть на то, каким был сотворен человек. Какова была его плоть, Бога сданная, плоть? Что она из себя представляла? В этом я вам скажу очень интересные мысли святых отцов по этому вопросу. Сейчас я уже только скажу, потому что придется, сейчас уже я не успею, сейчас только выскажу основную мысль и все. христианство утверждает совершенно парадоксальную идею. Совершенно парадоксальную. Которую, если просто так сказать, люди будут с недоим поднимать свои глаза. Что вы говорите? Христианство говорит, что плоть человека была духовной, но материальной. Не нравится? Хорошо. Плоть человека была материальной, но духовной. Опять не нравится? Больше нет слов. Да, именно этот парадокс утверждает христианство. Что да, эта материальная плоть была духовной в сотворении человека. Тело само было духовным, вы слышите? о душе и говорить тут нечего. Тут же приходится говорить только о теле. Христианство говорит, что тело человека было создано духовным. Духовным. Не в том смысле, что у человека не было тела. Нет-нет, материальное тело было духовным. Вот этот парадокс, который утверждает христианство. Но о нем мы с вами поговорим уже, я вижу, другой раз. Раз.